Приветствую всех еще раз, кто к нам только что присоединился. Меня зовут Анатолий Кулаков, и вы сейчас в главной студии. В студии, которую мы отдали на два дня полностью сообществу .NET.RU, которая здесь творит какие-то непонятные активности, какие-то интересные треки, игры и так далее. И продолжение всей этой ваханалии вы увидите через несколько минут. Гиперактивность реалити-шоу собеседования с Александром Кугушевым и Артемом Акуляковым продолжается. Вторую часть этого незабываемого приключения мы сейчас и проведем. Итак, приветствуйте. Собеседование. Окей, ребят, ну что? И снова здравствуйте. Да, продолжаем? Да, я готов. Испытай меня. Наше веселое собеседование. Окей, поехали. Так. Ну что, давай дальше. Смотри. У нас наш код может выполняться либо параллельно, либо асинхронно. Вот. В чем между ними разница? Принципиальная. Ну, принципиальная разница в том, что параллельно выполняешься код, это как рельсы. Вот у тебя есть поезд, едет поезд. И параллельные рельсы такие. И одни едут тут, другие тут, и они с друг другом как-то не смешиваются, не перемещаются. А асинхронное выполнение, это когда едет состав, потом подлетел вертолет, поднял его, рельсы, соответственно, освободились, а состав где-то там потом в какое-то место обратно вернули на эти рельсы. Неплохо. Окей, окей. Хорошая фантазия, молодец. Да, там, извините, я... Получи печеньку. Я равновесно секундочку. Представляю, как поезда снимают с рельсов вертолетами. Окей, смотри, а когда вот мы пишем параллельный код, то какую задачу хотим решить? То есть какой ресурс мы хотим максимально утилизировать? Ну, я бы ответил, что мы хотим максимально утилизировать CPU, а именно ядра. Потому что, как мы все знаем, сколько уже лет прошло с тех пор, как закон Мура для одного процессора перестал работать. Да уже целое поколение программистов вросло, на самом деле. А то и два. Ну, нет, не настолько, как бы, не настолько мы по калистрам... Подумай, подумай. А, черт, кстати. О, да, это ж первый был Core 2 Duo еще. Да, это ж когда-то времена Core 2 Duo. Да, действительно, уже два поколения. Но, с другой стороны, на самом деле, это еще на мобайле позволяет решать проблему обогрева рук зимой. Хорошая проблема. Кстати, иногда мы все страдаем, особенно живем. Вот. Окей, хорошо. А в случае, вот, когда мы пишем синхронный код, то зачем нам он? То есть мы что-то пытаемся, не знаю, как-то утилизировать, либо сэкономить, либо еще что-то. Что происходит-то? Вообще, это, кстати, классный вопрос, потому что все проблемы синхронного кода, они явны, как правило, при UI-девелопменте. То есть, будь то пасконный WinForce WPM, будь то Unity, будь ты на JavaScript что-то пишешь. Там очевидно, зачем тебе синхронный код. Потому что фризы никто не любит. Вообще никто. Ауч. Да, на бэкэнде это же вообще не очевидная вещь. То есть, давайте честно, на бэкэнде до определенного момента, пока у тебя не кончились среды на пуле, ты вполне себе можешь спавнить кучу потоков и висеть и ждать реквесты в эти поток. Максимум, что ты потеряешь, ну, немножко оперативочки. Ну, что там, что-то мегабайтик на сред. Ну, камон. Да купим еще железо. Соответственно, эта вещь, она не настолько очевидная и в большинстве случаев не настолько разница. Но когда она прям выстреливает, то есть, когда у нас потоки в пуле заканчиваются, когда мы понимаем, что у нас очень много всего спавнится и очень много потоков ждут, и в итоге выжирает оперативку, и от этого страдают не только наш сервис, но все его друзья, как правило, в этот момент уже поздно что-то делать, переписывать весь тот монстр, который мы сделали, который дошел до этого состояния. И поэтому, вот я считаю, что в Майкрософте сейчас переход всего на эссинхронию, но это такая примитивная мера, как простым образом решить проблему, которая у многих все-таки может выстрелить. Окей, круто. А зачем ты это спросил? Какая разница? У тебя сейчас нет выбора писать, асинхронно или не асинхронно. У тебя половина IPF не предоставляет асинхронный вариант выполнения. Ну, потому что на самом деле многие заблуждаются и думают, что асинхронное выполнение – это то же самое, что параллельное. Только у нас есть авейты, и все удобно. И часто из-за этого люди простреливают себе обе коленки на вылет. Вот. И на самом деле важно, ну, я считаю, что важно понимать, в чем разница. Вот. И, в общем-то, я услышал ответ, в чем разница, и удовлетворен. Ну, окей, а если бы человек сказал, ну, не знаю, я просто пишу авейт, они последовательно выполняются нормально, асинхронно, не знаю, ничего. Какая разница? Ну, что там? Ну, это означает, что человек в этом не разобрался, и от него можно ожидать каких-то костылей. А какие? Вот давай, какие костыли. Что он сделает такое? Не напишет Configure Await? Ну, в том числе. Иногда может и не написать Configure Await Faults. А, то есть ты заставляешь всех писать Configure Await Faults? Нет, я не заставляю, но, понимаешь, когда человек не понимает, как какой-то инструмент работает, то это может прострелить ногу в интересных моментах, типа из разряда он пришел на конференцию или почитал статью на Хабре, и там ему сказали везде писать там Configure Await Faults. Либо не писать, либо еще что-то. И так как он не совсем понимает, ну, как бы механику работы под капотом, то он начинает просто вставлять это вообще везде, и как бы зачем, почему, непонятно, вот, а нам с этим потом жить. Вот, поэтому хочется все-таки, чтобы парень плюс-плюс примерно понимал, как это работает. Ну, не требуется, чтобы он там в уме, не знаю, декомпилировал всю эту историю и там узнал, какой конечный автомат-то все разложится, и как-то все будет работать, но хотя бы в общих чертах понимал структуру. Вот, на самом деле, моделька с поездами классная. Он больше мне лично, ну, на самом деле, не нужен. Вот любая. Ну, можете использовать, не знаю, не поезда, а что-нибудь еще. Нет, погоди, вертолет, поднимающий поезд, это жаль. Что ты хочешь? Да. Ну, понятно. Окей, тогда давай я сразу спрошу, а где же вопросы про мультисрединг, семафоры, мьютексы? Ну, давай, давай! Слушай, ну, как бы тебе сказать, я убежден, что если потребуется необходимость, человек, который понимает разницу между параллельным и синхронным кодом, откроет документацию, почитает и разберется. Ну, это, да, довольно не то чтобы сложная история, но, скажем так, написание параллельного кода требует концентрации и внимательности, чтобы не сделать ввиду блоков либо еще чего-то. То есть это не самый тривиальный код зачастую. Но он не то чтобы как-то суперсложный. И если понимаешь принцип, наверное, вместе с документацией ты можешь разобраться. Это первый момент. Второй момент заключается в том, что мы действительно сейчас довольно редко пишем параллельный код. Зачастую это означает, что у нас либо есть какие-то вычисления, то есть число дробилка, которое мы хотим там параллельно выполнить. Ну, ее тоже можно организировать. Да, зачастую даже эти все числа дробилки, их можно через там параллел фото еще что-то выполнить, и будет тебе счастье через там по линкью. Вот, поэтому, ну, я лично не вижу необходимости в этом. Наверное, те люди, которые пишут софт, который чуть-чуть поближе к железу, либо у него там пожестнее требование, по-первыху, вот им, наверное, это актуально. Но у нас нету таких задач, поэтому я это объективно не спрашиваю. И не жду, что кандидатству ответит. Я согласен. Я лично, когда вижу, что на собеседовании задают много вопросов по мультисредингу, я обычно всем, ну, такой маркер. Это означает, что или, ну, собеседующий хочет по-челленджить, что, в принципе, ничего такого плохого нету, как бы, ну, и ничего хорошего. Либо, самое интересное, означает, что у них на проекте это реально нужно. И тут сразу возникает вопрос. Это же, как бы, если у вас на проекте очень нужно хорошо знать работу, особенно с блокирующими инструкциями, это что у вас за архитектура-то такая? Почему вы не можете взять это и сделать нормально? Потому что рефакторинг такой архитектуры окупится, ну, я сейчас не генерализирую, но во многих случаях он очень быстро окупится просто из-за того, что разработчики начнут писать гораздо быстрее код. Ну, как бы, да, это есть такой маркер. Ну, я, например, знаю ребят, которые пишут встраиваемый софт. Это да, да, это исключение. И так, когда ты не забьешь. Соответственно, им нужно там вот в микрокомп впихнуть в .NET, впихнуть туда там все, что нужно. Вот, и чтобы это все плюс-минус быстро крутилось. Поэтому, да, они действительно пишут параллельный код, они не используют там P-Link, и они пишут это все ручками, замечая там, здравствуй, перед пунктом, давно забытый, и вот это все, как бы, Mutex и Loki. Вот, но, как бы, я не спрашиваю, потому что у нас это не требуется, у нас нет таких задач. Ну, если бы у нас были такие задачи, я бы не расспрашиваю. Вот. Если у вас были такие задачи. Да. Давай дальше. Поехали дальше. Так, давай еще один супер захейченный вопрос, который, тем не менее, я иногда спрашиваю, не всегда, но иногда. Смотри, в .NET у нас есть, как бы, value-type, reference-type, ну, как там яркие представители, это классы и структуры. В чем их основное отличие? И когда вот ты в своей работе осознанно говоришь, вот это место для структуры, я буду здесь использовать структуру. Да. Да, ну, на самом деле, это, вот, я прям всем советую ответ, который в свое время Стас Сидрист, и, ох, мы второй раз этого человека уже на этом спича говорим, упоминаем. Стас Корсовчик. Да, Стас Корсовчик, он, как бы, где-то над им селером, как вы говорите. На самом деле, правильный ответ на этот вопрос следующий, что value-type отличается от reference-types тем, что value-type лежат там, где вы к ним обращаетесь, а reference-type лежат в куче. И там, где вы к ним обращаетесь, лежит всего лишь указатель. Ну, точнее, ссылка. И это ключевое отличие, потому что из этого вытекает, как бы, одна проблема, которую я считаю, что есть в C-Sharp, и которой во многих других языках нету. А именно то, что мы не можем по синтаксису обращения к переменной понять, это value-type или reference-type. Мы сейчас обращаемся непосредственно к объекту, вот он у меня тут лежит на стеке, или вот тут лежит у меня в поле, или вот тут лежит у меня в массивчике. Или же вот там вот в куче валяется, и у меня идет, как бы, развоплощение этой структуры, ну, развоплощение этой ссылки. И, соответственно, отвечая на второй вопрос, я тут считаю, что можно, у бэкендеров всегда с этим проблема, потому что даже в таких сложных кейсах нам как-то сложно привести пример. То есть, допустим, юнтистам легко, потому что, типа, там очень много вылетапов используется. Почти все вещи, которые работают непосредственно с какими-то там координатами, точек и прочего, я всегда вылетаю. Бэкендж им тяжело, и я бы всегда ответил на это в следующем. Ребята, в домене древней дизайны есть entities и value objects. Красавчик, ты попал. Отлично. Кстати, вот этот вопрос я считаю, что очень хороший, потому что, ну, тоже, окей, но человек не ответил. Он ответил, ну, классы лежат в куче, структуры лежат на стеке. А ты такой, а если структура является полем класса? Все равно на стеке, ничего не понимаю. Ну и что? Разве это значит, что это плохой программист? Слушай, на самом деле, это не значит, что он там суперплохой программист, но это значит, что он не совсем понимает структуру. И, опять же, есть некоторая опасность, что он такой посчитает, ага, мне там нужно, не знаю, memory traffic оптимизировать, а я тут прочитал, что вот структуры лежат на стеке, и, значит, они там на gc никак особо типа не влияют, они вместе со стеком чистятся. В пилю везде структура. И как бы из-за того, что, как ты правильно заметил, что у нас визуально, когда мы смотрим на код, нет никакого способа понять, эта структура в этом прилетела параметром, или это там прилетел reference type, да, то это, собственно, приводит к тому, что из-за семантики копирования он стреляет себе в ноги. Мы получаем какие-то странные баги, долго на них теряем время, фиксим и так далее. Поэтому, на самом деле, меня даже устраивает ответ из разряда, что, знаете, короче, я понятия не имею, как там эти все структуры работают. Поэтому, короче, я по дефолту всегда использую классы. Да, это классика. Это, на самом деле, нормальный ответ, потому что это означает, что, ну, как бы, окей, чувак там, наверное... Концентричный человек джавист. Ну, да, как мне. Ну, то есть, окей, он не сможет, наверное, там, как-то, если нужно будет пооптимизировать по памяти, там, завязать структуры хитро в этот момент, да. Но, с другой стороны, он себе ноги не прострелит, а писать регулярный коп нам надо чаще, чем нам что-то где-то оптимизировать. Поэтому хороший ответ, нормальный. Пойдет. Ну, да, кстати, это отлично. Моя практика вообще в собеседовании показалась, что подобные вопросы у очень многих возникает. Ступор. Причем очень многих хороших специалистов. То есть, я бы, если честно, фокапу с такими вопросами именно... В том числе, как бы, следующий, связанный с этим вопросом, это проблема передачи данных по значению и по ссылке. То есть, знаете, вот эти классические... Вопросы на собеседовании. Я бы их ни в коем случае не экстраполировал, потому что очень многие хорошие разработчики на этом просто обламываются тупо, потому что, ну, как-то замотался, голова не пошла, попал в ловушку, по сути дела. Ну, ребята, мы... Собеседование — это не конкурс собеседования, это свидание. А пытаться на свидании разложить ловушки, чтобы ваша вторая потенциальная половинка на них попалась, и ты сказал или сказала, «А-а-а, ты недостойен или недостойна меня!» Ну, камон, кто так делает? Ну, как показывает опыт, наверное, процентов 60-х трениров. Что делают? Я просветание интересовался. Давно не хотел. Окей. Давай, поехали дальше. Смотри. У нас в Дотнете есть много разных коллекций. Там всякие стеки, не стеки, очереди, не очереди, листы. Вот. Какие из них ты используешь регулярно в своей работе, и как ты определяешь, когда взять дикшенри, когда тебе нужен лист, а когда тебе, прости боже, нужен LinkedIn лист, может быть? Давай, честно отвечу. Лист, дикшенри, остальное нафиг не нужно. Но это, кстати, нечестно. Стек используется иногда, потому что стек нужен, когда нужен стек. Он... И это, я считаю, что очень правильный ответ на эти вопросы, что коллекции надо использовать для тех случаев, когда они нужны. Просто причина в том, что зачастую нам нужны коллекции, в основном лист и дикшенри. Но иногда нам лист не нужен, и мы можем использовать обычный аррей. А иногда нам нужна возможность в центр большой-большой коллекции воткнуть какой-нибудь элемент, и при этом не перемещать 100-500 объектов. И для этого тогда нам замечательно зайдет LinkedIn лист. А еще иногда у нас возникает проблема с хэшами. И в таких случаях sorted dictionary и sorted set будет гораздо быстрее... Ну, не гораздо быстрее, но ощутимо быстрее, чем обычный dictionary или обычный хэш-сет с плохой хэш-функцией. Окей. Это постоянный вопрос, поэтому рекомендую заучить вас. Просто берете трансляцию ответа и учите на язык перед следующим собесом. Нет, так я как раз... Смотри, это стратегия. Это на самом деле правильная стратегия прохождения собеседования. Если ты не хочешь, чтобы тебя завалили какому вопросу, тебе задали вопрос, а ты человеку ответь на вопрос, и еще поверх закинь какой-нибудь, выпендрешь. И в большинстве случаев человек подумает... Люди любят экстраполировать. Человек подумает... О, он сказал про сорта-дикшенри. Ну, точно хороший программист. Зуб даю. Все, все. Есть момент, что... Деньги, деньги, деньги. Может сказать... Да, окей. А расскажи, как внутривиализован сорта-дикшенри. Ну-ка, 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 давай, давай, давай. Тут можно сказать про дерево, про бинарное дерево и... Можно, но нужно знать. Поэтому видишь, как бы, прежде чем выпендриваться, нужно быть уверенным, что если что, короче, это тебе боком не выйдет. А это классическая проблема всех собеседований в России. Ну, не проблема, это особенно всех собеседований в России, что у нас нужно за базар отвечать. То есть нельзя просто сказать... Знаете, я использовал кубернетус. Если ты не являешься мастером, суперзнатоком кубернетуса, и то Артем тебя завалит вопросом про секрет. Нет, уже нет. Окей. Хорошо. У тебя есть классический вопрос, зачем я это спрашиваю? Нет, а я считаю, что это правильно. Коллекция – это та вещь, которую мы постоянно используем, поэтому это правильно. Я еще удивился, что ты про денег ничего не спросил. На самом деле, я в таком виде спрашиваю про коллекции, потому что я ненавижу алгоритмические вопросы из разряда «Расскажи, какое там о Большое где-то там». Может, ты просто не выучил в свое время, теперь тебе леет, потому что ты долбан архитектор. Я признаюсь публично, я не выучил, не хочу учить, и еще это полный бред. Я считаю, что человек не должен помнить о том, от логарифма, либо еще какой-то, он просто должен помнить, что у этой коллекции такие-то преимущества, в таких-то сценариях, потому что вот это пригождается на практике, а «О Большое» и «О Маленькое». Ну, круто, что вы это знаете, но можно и без них жить. Ну, опять же, это хороший маркер, то есть человек может не знать про «О Большое», а может и знать «О Большое», почему бы не спросить. То есть если человек понимает, как это работает, значит, он инвестировал в это время, значит, он хотя бы более-менее осознает, как экспоненциально, то есть при росте объема данных, то есть не экспоненциально, при любом росте объема данных будет вести себя данный алгоритм. Ну, maybe, maybe, но я не спрашиваю, потому что, на самом деле, по моему опыту большинство людей валится на это. Вот ты просто начинаешь спрашивать, и просто ты видишь, как у человека в голове перемыкает, и он усиленно пытается вспомнить, а, что там, о, кажется, это было на втором кубсе универа, черт, пытаюсь вспомнить. И вот у него прям пар из ушей, ты говоришь, ладно, все, давай, пойдем дальше, не надо, я вижу, что тебе плохо, я понял, что ты пытаешься вспомнить, проехали, извини. Ты заметил, что самые сложные вопросы связаны с теми вещами, которые проходили в вузах? Это всякие мьютексы, семоформия, вузовская практика, ничего нового, о, большое, тоже ничего нового. Может, перестанем задавать вопросы людям, которые уже лет 5, 10, 15, 20, как закончили вуз, и которые должны это раскапывать из своей памяти? Ну, как бы, да, наверное. Ну, видишь, это тоже вопрос, а что тогда спрашивать? Вот! Задавай еще какой-нибудь вопросик. У нас точно есть время немного на еще один вопрос. Ну, у нас есть примерно 4 минуты, и давай, наверное, вот так вот. Я периодически спрашиваю этот вопрос. При код-ревью, когда ты выступаешь в роли ревьювера, на что ты обращаешь внимание? Что для тебя является признаками плохого кода? Вот какой pull-request не пройдет? И почему? На самом деле, я считаю, что на этот вопрос нет четкого ответа, поэтому я, как бы, то, что я сейчас скажу, это ни в коем случае не стоит повторять. Это мой подход. Потому что я смотрю на, как бы, код с малой и на какие-либо негативные последствия от этого кода, которые могут быть в будущем. И плюс я всегда учитываю человека, который это сделал. Разные люди пишут код по-разному, и одни люди склонны к овер-разженированию, другие люди склонны к поднакосячить, третий хорошо себя тестируют, четвертый, плохо себя тестируют и так далее, и там подобное. Поэтому третий пункт на код-ревью, который стоит, ну, я смотрю всегда, это те косяки, которые я замечал за человеком в прошлый раз. То есть, если человек, я говорю, любит ооружениринг, я буду активнее смотреть на его код. То есть, типа, в обычной ситуации не пытаешься разобраться в каждой строчке, в этом случае пытаешься, чтобы понять, не закрутил ли человек что-то супер-волшебное. Ну, это только мой формат, это как я делаю. Ведь люди разные бывают. И как это, зачем ты это спрашиваешь? Вот как тебе такой ответ может повлиять на твое решение, брать человека или нет? Ну, на самом деле, это вопрос в большей степени вообще, в принципе, про восприятие человека кода, про то, как человек воспринимает код, да, то есть, он начинает называть какие-то код-смейлы, которые его больше всего беспокоят. Вот. Это, во-первых, а во-вторых, это история про то, что понять, насколько человек впишется в команду. Потому что, условно, если мы все, короче, ну, вот, подобрались такие любители, там, овер-инжиниринга, вот, и мы там прямо вот все очень гибкое делаем, да, и к нам придет чувак, который такой практикующий инженер, он скажет, да, херня это все. Пишите просто. Да, да, зачем вам ваши эти, там, солиды, они, да, просто он в контроллере нафигачил, там, из одной очереди в другую джейсон передал, и все, что вы тут нагородили, да, и наоборот. Так и нормально. Ну, слушай, все нормально, тут вопрос именно совместимости команды. И наоборот, тоже нормально, все нормально. Да, с другой стороны, может быть, получится, что там сидят, как бы, толпа таких практикующих инженеров, которые там просто код пишут, фичи деливерят, им не особо важно, там, какие-то тонкие материи, и тут придет, как бы, чувак, который такой, вот, мы там, за, там, архитектуру, суаледы, и всю эту историю, и начнет, как бы, на каждом ревью, там, устраивать скандалы, почему вы так плохо пишете, почему у вас там код говном. Вот. Ну, тоже нехорошо получится. Поэтому, на самом деле, собеседование, это не только, наверное, и не столько проверка, там, технических навыков, сколько попытка выяснить, насколько парень впишется в команду. Слушай, я специально подметил, ты всегда говоришь парень. Окей, девушка. Грязный сексист. Извините, да, это я. Вот. Ну, к сожалению, парней на собеседство приходит больше, поэтому автоматически говоришь парень. Девчонки, где вы приходите? А вот это еще более сексистское, с таким выражением лица. Не знаю, ничего не могу с собой поделать. Так вот, ладно, инженер. Черт, теперь же есть инженерка. Давай я... Слушай, я бы под финальную минутку сейчас бы отметил следующий поинт, который я лично всегда уточняю. Это умение работать с унаследованным кодом, вообще существующим кодом. Я считаю, что у нас, у вас вообще на проектах, как правило, ну, редко бывает проект, который пишется, вот, прям мы сели, месяц пописали и забросили, пишем новый проект. Обычно все все равно работают с каким-то кодом, которым год, два, три, десять. Ну, обычно там год, два, три. И умение прочитать код, то есть какой-нибудь сампл с кодом, который не совсем очевидный, это один из самых важных скиллов, его, я считаю, крайне важно проверить на собеседовании. Окей, хорошие слова, и на этом нам уже пора прощаться. Да, да, всем спасибо, всем пока. Спасибо, что были с нами. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,